Для того, чтобы розетка у фиалки была идеальной, необходимо ее со временем омолаживать. Убираются нижние листья, либо удаляется часть ствола. Все зависит от состояния растения. Как видите, здесь более-менее компактная розетка. Если бы освещение было чуть даже больше, возможно, она была бы еще более плоской, не поднимала листочки. Вот эта пестрая, с розовой варегатностью розетка. Она такая вот еще более рыхлая. Но это особенность сорта. Посмотрите, попробую показать здесь, где стволик. То есть это центральная часть фиалки. Мы должны оставить примерно 3 ряда листьев. Что такое один ряд? Это 3 листочка. Получается оставить на розетке 9 листочков, начиная от этого центра. Все остальное оставить в запасе. То есть там будет стебель, листочки будут убираться со стебля. Останется 9 листьев. И в длину оставить примерно, давайте в сантиметрах, давайте так, подстрахуемся. 3 сантиметра, как будто бы мы стебель ставим. Это даже длинный будет, ну мало ли что. Это я говорю для новичков. Те, кто опытный, знают, насколько можно отрезать. Все зависит от растения, правильно? Вот, 3 сантиметра, то есть вот с того момента, где мы оставили 3 ряда. Стебель полностью зачищается от старых тканей. Убирается все сухое, убираются листья. Получается вот такая вот розеточка, как я сказала, 9 листьев и стволик. Все, никакой там корневой, конечно, на ней не будет. Особенно, если вытянувшиеся растения. Они будут, как пальмочки, вытягиваются. И укореняется такая розетка просто в грунте, но в тепличке. Ставится стволик в рыхлый грунт. Я рекомендую использовать для фиалок торф с разрыхлителем. Разрыхлитель перлит. И все, поставили. Зафиксировали ее, чтобы она не болталась каким-то образом. Ну, уплотнили грунт вокруг, не сильно. И полили обязательно, чтобы в меру был влажный грунт. И завязали, например, в пакет или поставили в тепличку. Что у вас есть под рукой, что вы можете себе позволить использовать. Через некоторое время. Ну, обычно это происходит в течение месяца. Она хорошо закрепляется. Может быть понадобится больше сейчас времени. Потому что, если у вас нет осветки, а у нас на календаре октябрь. Может быть, этот процесс займет чуть больше времени. Ну, вообще, у меня результат всегда хороший по укоренению таких вот розеточек. То есть, я своя омолаживаю. Никакой проблемы нет, если дать им влажность. То есть, она не может какое-то время брать влагу корнями из почвы. Потому что корней нет. Поэтому надо сохранить влажность, предоставив ей тепличку.